Всем привет! С вами Lima Music. В этом уроке я покажу, как играть на пианино очень красивую музыку из сериала Ликвидация. Мое простое обучение по нотам отлично подойдет для начинающих. Вначале я сыграю музыку из сериала Ликвидация полностью, а затем я разберу ее медленно и подробно по кусочкам. Субтитры создавал DimaTorzok В этом уроке мы научимся играть главную тему очень красивой мелодии из сериала Ликвидация. Полный урок на эту композицию вы можете посмотреть на моей странице на Бусти или на Патреон. Там уже опубликовано 250 уроков и каждую неделю я добавляю новые видео. Получить доступ ко всем урокам и поддержать мой канал вы можете по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. Сейчас будем учить первый кусочек этого красивого произведения. Рассматриваем отдельно правую руку. Это верхняя строчка в нотах, которые вы видите на экране. Начинаем с ноты Ре второй октавы. Поднимаемся вверх. Ми, Фа, опять Ми, Фа, Ля, Соль, Ми. Сейчас покажу, какими пальцами играется мелодия в правой руке. Все пальцы у нас записаны в виде цифр над каждой нотой. Начинаем с первого пальца с ноты Ре, второй на Ми, третий на Фа, опять второй на Ми, третий на Фа, пятый на Ля, четвертый на Соль, и второй на Ми. То есть у нас отвечает пять пальцев за пять нужных клавиш. То есть руку мы никуда не двигаем. Каждый палец отвечает за свою клавишу. И теперь показываю ритм. У нас первые две ноты играются быстро и стремятся к третьей, к ноте Фа. Вот так. Ре, Ми, Фа. Остановка на Фа. Остановка на Ми. Дальше Фа играется быстро к Ля. Фа, Ля. Остановка. Остановка. И теперь Соль играется быстро к Ми. Соль, Ми. Остановка. Для удобства вы можете считать так. Вначале считаем до трех. Раз, два, три. Остановка. На Ми. Остановка. А дальше считаем до двух. Раз, два. Остановка. Раз, два. Остановка. То есть в конце мы всегда останавливаемся на второй ноте, а первая как бы стремится ко второй. Вот так. Раз, два. Раз, два. И вот что получилось в правой руке. Учим левую для первого кусочка. Это нижняя строчка в нотах, которые вы видите на экране. В левой мы будем учить конструкции из восьми нот. Сейчас учим первую конструкцию от ноты Ре малой октавы. Дальше идет нота Ля. Опять Ре. Снова Ля. Затем из этих двух нот у нас будет состоять аккорд. Это опять Ре, Ля. И еще вверху добавим ноту Фа. Нажимаем вместе. Это аккорд. А потом играем опять на этих двух нотах. Это Ля, Ре, Ля. В основном мы играем только на этих двух нотах. Это Ля, Ре, Ля. И один раз мы играли внизу Ре. И еще вверху Фа для аккорда. То есть для всей этой конструкции мы использовали вот эти четыре клавиши. Это Ре, Ре, Ля и Фа. Нам нужны только вот эти четыре клавиши для первой конструкции. И сейчас покажу какими пальцами играется наша первая конструкция. Пятым мы играем Ре, вторым Ля, первым Ре, а потом четвертый выкладываем на Ля. Дальше у нас идет аккорд. Четвертый остается на Ля, второй на Ре и первый на Фа. И потом мы доигрываем опять четвертым Ля, вторым Ре и четвертым Ля. То есть у нас вся конструкция состоит как бы из двух позиций. Первая позиция была пятый, второй, первый, а потом когда мы подкладываем четвертый на Ля, у нас уже вот такая позиция пальца. Берем аккорд, опять Ля, вторым Ре и четвертым Ля. То есть в конце мы играем только вот этими тремя пальцами. Четвертым, вторым, первым. А в начале мы играли пятым, вторым, первым. То есть у нас вот такие две позиции. Первая позиция и потом вторая. И еще один момент. Вот этот аккорд, который мы играли в нашей конструкции, ля-ре-фа, возле него мы видим волнистую линию. Это означает, что аккорд нужно играть в разложенном виде. Мы должны сыграть каждую ноту аккорда по очереди, при этом задерживаем каждый палец на нужной клавише и делаем это максимально быстро, вот так. То есть мы как будто хотим взять три ноты вместе, но у нас не получается и они распадаются. И мы ведем как бы снизу наверх, то есть от нижней ноты раскладываем аккорд к верхней. Раз, два, три. Только делаем быстрое, на одном движении. И я сразу скажу, что все аккорды, которые мы будем встречать в конструкциях в левой руке, они все будут играться вот таким способом, в разложенном виде. Возле них будет идти такая волнистая линия. И сейчас сыграю, как звучит первая конструкция, вот с этим разложенным аккордом. Это ре, ля, ре, ля, аккорд, ля, ре, ля. Я уже сыграла аккорд в разложенном виде. И все ноты в этой конструкции мы играем ровно и одинаково по ритму. И сейчас еще раз сыграю, что получилось, уже не называя нот. Учим вторую конструкцию в левой руке. Она начинается с ноты соль. Затем фа. Ре. Соль. Потом у нас опять будет разложенный аккорд. Это нижняя нота си бомоль. Потом ми и соль. То есть аккорд состоит из этих трех нот. Я сыграла си бомоль, потому что он в ключевых знаках. То есть у нас записана нота си, но в ключевых знаках си бомоль. Поэтому мы во всем произведении вместо си должны играть черную клавишу си бомоль. Это наш аккорд. В прошлой конструкции у нас был такой же аккорд, только мы его играли на одну клавишу ниже. Вот такой был аккорд. А сейчас мы просто все подняли на одну клавишу выше. Си бомоль, ми, соль. А дальше мы доигрываем опять си бомоль, ре и снова си бомоль. Сейчас еще раз повторю все ноты в этой конструкции. Это соль, фа, ре, соль. Аккорд си бомоль, ми, соль. Потом си бомоль, ре, си бомоль. Теперь показываю пальцы для нашей конструкции. Пятым играем соль. Второй у нас будет на фа. Поворачиваем руку. Первый на ре. Теперь пятый на соль. Аккорд мы играем как в прошлом кусочке. Четвертый, вторый, первый. И он тоже играется в разложенном виде. То есть у нас по очереди нажимается каждая нота. Си бомоль, ми, соль. Только максимально быстро, на одном движении. Дальше четвертым опять играем си бомоль. Вторым ре. И четвертым си бомоль. Если вам тяжело в этой конструкции тянуться с пятого до второго, а потом до первого, то есть здесь такие большие расстояния, то вы не переживайте. На всех конструкциях можно использовать педаль. То есть вы нажимаете педаль на соль. А потом, даже если вы снимете пятый палец и перенесете второй на фа, у нас все равно держится эта нота на педали. Вторым играем фа. Можно приподнять руку первым ре. И все это тянется на педали. И дальше играем пятым. Аккорд. Четвертым. Вторым. Четвертым. То есть мы всегда будем нажимать педаль на каждую конструкцию. Поэтому если какую-то ноту в конструкции мы играем не связанно между собой, а снимаем руку, то это не будет так слышно, если используется педаль. И, кстати, на первой конструкции мы тоже будем использовать педаль. То есть педаль будет меняться на каждой конструкции в левой руке. Вот мы взяли педаль на конструкцию ре и держим ее. То есть педаль все еще держится. А потом, когда мы нажимаем вторую конструкцию, нажимаем соль, нам нужно снять ногу с педали и снова нажать. То есть мы подмениваем педаль на следующей конструкции и держим ее всю конструкцию. А потом, когда мы в следующем кусочке нажмем уже следующую конструкцию, мы опять снимем ногу и нажмем педаль. То есть мы подмениваем педаль, как только мы нажимаем первую ноту следующей конструкции. То есть вот на этой ноте мы снимаем ногу и снова нажимаем. То есть очищаем звук от старой конструкции и берем педаль на новую конструкцию. И сейчас я сыграю, как звучит вот эта вторая конструкция от соль с движением. Я ее сейчас сыграла на педали, чтобы вы услышали, как звучит конструкция вместе с педалью. Сейчас будем соединять правую и левую в первом кусочке. Соединять мы будем по конструкциям в левой. То есть, вначале работаем над первой конструкцией, соединим ее с правой, а потом уже над второй. То есть, делаем это по очереди. Берем первую конструкцию ре. Перед тем, как соединять правую руку, я советую вам очень хорошо потренировать конструкции в левой, чтобы они у вас получались легко на одном движении. Чтобы вы как бы сильно не задумывались о левой руке, о каждой ноте в левой, чтобы конструкции получались автоматически. Берем первую конструкцию ре и соединяем с первой нотой ре. Ре-ре. Потом в правой отдельно ми. Затем фа и ля вместе. В левой отдельно ре, ля. Аккорд в левой мы берем вместе с нотой ми. Так как у нас разложенный аккорд, у нас должна совпасть верхняя нота с ми. Вот так. Раз, два, три. Это я показала медленно, а в быстром темпе звучит так. Дальше отдельно в левой ля, ре и вместе фа и ля. Это мы соединили сейчас первую конструкцию в левой руке. Еще раз повторяю это соединение. Вместе правая, вместе левая, вместе левая, вместе левая, вместе левая, вместе левая, вместе. Сейчас сыграю, как звучит эта первая конструкция вместе с правой рукой. Дальше мы соединяем вторую конструкцию в левой от ноты соль. Берем соль и ля в правой вместе, отдельно в левой фа, ре, потом соль и соль вместе, ми и аккорд вместе. Здесь нота ми должна совпасть с верхней нотой аккорда, с нотой соль. Вот так. Дальше доигрывает левая. Это нота си, ба, моль, ре, си, ба, моль. Еще раз повторяю соединение вот этой второй конструкции чуть быстрее. Мы сыграли вместе левая, левая, вместе, вместе левая, левая, левая. Вот как звучит вторая конструкция вместе с правой рукой. Я вам очень советую работать над каждой конструкцией отдельно. То есть вы соединяете вначале первую конструкцию с правой рукой и тренируете много раз в медленном темпе. Можете взять еще более медленный темп, который будет для вас удобный. Потом, когда вы потренировали первую конструкцию, вы соединяете вторую конструкцию с правой рукой и тоже тренируете ее много раз в медленном темпе, только вторую конструкцию. А потом, когда конструкции отдельно будут получаться, вы уже соединяете первую и вторую конструкцию вместе и у вас получается весь первый кусочек. Играю его с движением. Учим второй кусочек в правой руке. Начинается он точно так же, как первый кусочек. Это Ре, Ми, Фа. Следующую Фа под лигой мы пропускаем. Когда у нас две одинаковые ноты под лигой, мы играем только первую, а вторую залегованную пропускаем. Дальше у нас идет опять Ми, Фа, Ля, До. Си, Ба, Моль, Ми, Ре. Играть будем такими пальцами. Начинаем мы опять с первого от Ре. Второй на Ми, третий на Фа. Дальше опять второй на Ми, третий на Фа. Четвертый на Ля, пятый на До. Четвертый на Си, Ба, Моль. Первый на Ми. А дальше снимаем руку и первый выкладываем на Ре. Теперь показываю ритм. У нас опять две первые ноты играются быстро к третьей, к ноте Фа. Ре, Ми, Фа. Остановка. Здесь даже чуть длиннее остановка, чем в прошлом кусочке. Дальше у нас три ноты будут идти к четвертой, к ноте До, к самой верхней ноте. Ми, Фа, Ля, До. Остановка. И Си, Ба, Моль стремится к Ми. Си, Ба, Моль, Ми. Остановка. А дальше мы играем Ре. На ней не будет сильно большая остановка. Это уже будет начало мелодии, которая продолжится в третьем кусочке. Ре. И дальше у нас будет идти третий кусочек. То есть сильно длинную остановку не делаем. И вот, что получилось в правой руке. Учим левую для второго кусочка. Первая конструкция у нас будет повторяться, как в прошлом кусочке. Тоже от ноты Ре. Ре. Ля. Ре. Ля. А, Фо. Ля. Ре. Ля. То есть это такая же первая конструкция, как мы учили в первом кусочке. Вы ее уже знаете. Дальше у нас идет вторая конструкция. И она начинается тоже, как в прошлом кусочке. Это будет пятым пальцем. Соль. Вторым. Фа. А дальше уже будут изменения. Вместо ноты Ре мы играем теперь две ноты. Это Ре и Си, Ба, Моль. То есть у нас будет интервал, когда две ноты одновременно. Дальше у нас будет нота Соль. И потом мы продолжаем играть только вот на этих трех нотах. Нажимаем их одновременно. У нас аккорд идет. Соль, Си, Ба, Моль, Ре. Потом опять просто нота Соль. Опять вот эти две ноты. Си, Ба, Моль, Ре. И снова Соль. То есть практически всю конструкцию мы сыграли вот на этих трех клавишах. Это был интервал, Соль, аккорд, Соль и опять интервал, Соль. А вначале были такие же две ноты, как в прошлом кусочке. Это Соль, Фа. То есть вся конструкция состоит вот из этих двух нот и из этих трех. Так вам будет легче запомнить. И сейчас показываю пальцы вот для этой второй конструкции. Начинаем точно так же, как в прошлом кусочке. Пятый на Соль, второй на Фа. Дальше мы переносим первый на Ре, а второй на Си, Ба, Моль. То есть мы снимаем руку. У нас было Фа, сняли руку, интервал, первый, второй. Дальше четвертый на Соль. И сейчас будем играть только вот этими тремя пальцами на этих трех клавишах. Нажимаем аккорд. Он у нас идет опять в разложенном виде. То есть мы сыграли по очереди каждую ноту. Соль, Си, Ба, Моль, Ре. Только максимально быстро. На одном движении. Дальше четвертым опять Соль. Первым, вторым опять интервал. И четвертым Соль. То есть в конце мы играли вот этими тремя пальцами на трех нужных клавишах. Сейчас еще раз повторяю всю вторую конструкцию. Это Соль, Фа, интервал, Соль, Аккорд. И как я говорила в прошлом кусочке, у нас на всех конструкциях будет использоваться педаль. Поэтому, когда вы играете вторую конструкцию на педали, вы можете легко снимать с пятого на второй. Переносить руку вот так пятый. Сняли руку второй. Потом сняли руку интервал. И играете уже до конца. То есть, когда вы играете все на одной педали, то вы можете легко снимать руку между теми клавишами, где большое расстояние. То есть, вам не обязательно тянуться с пятого на второй и вот так вот делать большую нагрузку на руку. Вы просто взяли пятый и легко перенесли руку на второй, а потом на первый и второй. Но сейчас я сыграла без педали, и вы можете слышать вот такой разрыв. А на педали все будет как бы связано между собой. Поэтому вам легко будет играть каждую конструкцию. Просто используйте педаль на каждой конструкции. Соединяем правую и левую во втором кусочке. Работаем точно так же, как в прошлом кусочке. Каждую конструкцию соединяем отдельно с правой рукой. Берем первую конструкцию от Ре. Она начинает соединяться по такому же принципу, как в первом кусочке. Потому что у нас повторяется левая рука и начало в правой руке. Мы берем Ре-Ре. Отдельно в правой Ми. Потом Фа и Ля. Дальше играет левая. Ре. Ля. Потом в левой отдельно аккорд. И оставшиеся три ноты в левой мы соединяем с тремя нотами в правой. Синхронно вместе. Это Ми и Ля. Фа и Ре. Ля и Ля. То есть три ноты мы сыграли вместе. Раз, два, три. Это мы соединили сейчас первую конструкцию. Еще раз повторяю соединение чуть быстрее. Вместе. Правая. Вместе. Левая. 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 Вместе. 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 И вот как звучит эта конструкция с правой рукой с движением. Теперь соединяем вторую конструкцию в левой вместе с правой рукой. Берем Соль и До вместе. Потом в левой Фа. Интервал. Вместе играем Си, Бомоль и Соль. Потом Ми и наш разложенный аккорд. Здесь Ми должна совпасть на ноту Ре в аккорде. Вот так. Раз, два, три. Только в быстром темпе. Дальше играет левая. Соль. Интервал. И последнюю Соль соединяем с последней Ре. Еще раз повторяю это соединение чуть быстрее. Это было ВМЕСТЕ ЛЕВАЕ ЛЕВАЕ ВМЕСТЕ ВМЕСТЕ ЛЕВАЕ ЛЕВАЕ ВМЕСТЕ И вот как звучит наша вторая конструкция с правой рукой. А сейчас объединяем первую и вторую конструкцию вместе. И у нас получится весь второй кусочек. Спасибо всем за просмотр видео. Продолжение этого урока вы можете посмотреть на моей странице на Бусти или на Патреон. Ссылку я оставлю в описании под этим видео.